Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 26 выпуск программы Гербы городов России. Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Братск. Крепость Братский острог была основана в 1631 году юнисейским казачьим атаманом Максимом Перфилевым. Это был опорный пункт для завоевания земель бурятских племен. Бурятские князья сопротивлялись проникновению России в их земли. В 1635 году они сожгли острог, а отряд Дуная Васильева полностью истребили. Острог был восстановлен в следующем году на новом месте, в 40 километрах выше по ангаре, на правом берегу устья речки Ака. Место оказалось неудобным для обороны, и крепость в 1654 году была перенесена атаманом Поздеем Фирсовым на левый берег ангары. За этим местом укрепилось название Братск Острожный. Братск находился в ведомстве енисейского воеводства. Во второй половине 17 века в его круге стали появляться поселения пашенных крестьян, которые мирно уживались с местным населением и даже объединились в восстании 1696 год против управителя Острогом Кавтырева. Изгнав его, восставшие избрали из русских и бурятских крестьян новую администрацию во главе с казаками Кирилловым и Терентьевым. В 1727 году в Братске насчитывалось 25 дворов. В подчинении Острога находилось 34 поселения, в которых проживало немногим более 1500 человек. От Братска расходились пути к Ледовитому океану, Охотскому морю, Амуру и в Даурию. Через крепость проходили известные путешественники и открыватели земель в 1907 году. Сюда сослали более 100 человек за участие в революционных событиях 1905 год. В 1845 году в 28 километрах от Братска-Острожного был заложен железоделательный завод, названный Николаевским, на котором работали в основном ссыльно-каторжные. В 1864 году казна передала завод в частные руки. Им с переменным успехом владели вначале трапезников, потом Лаврентьев, а затем купец Бутин, который продал завод обществу восточно-сибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов, во главе которого стоял московский купец Мамонтов. Однако производство на заводе стало сокращаться, и он в 1899 году был закрыт. Вновь завод заработал в 1914 году, когда на нужды войны потребовалось много металла. В 1918 году завод был национализирован. После Гражданской войны было создан управление Ангар-Металл, которое полностью восстановило завод. Но в 1924 году его закрыли, а его оборудование вывезли в Уссоль и Сибирское. В 1926 году в Братске было 100 домов и 700 жителей. В 1959 году население возросло до 51 тысячи человек. В 1926 году образован Братский район. Село Братск-Острожное стало районным центром. С 1920 гг. Начинается новая биография Братска. Это связано со строительством железной дороги Тайшет, Братск, Леной с проведением гидрологической экспедиции и изыскательских работ по изучению энергетических возможностей при Ангаре. Строительство одной из крупнейших в Сибири Братский ГЭС началось в 1954 году и завершилось в 1961 году. Здесь раскинулось Братское море. Братск стал центром энергетики и лесохимической промышленности. Его историю хранит музей. Герб города. Щит рассечен чешуйчатым серебряным столбом, обремененным тремя лазуревыми чешуйчатыми же столбами. Столб обременен серебряным кругом с золотыми лучами, обремененным же черным стилизованным винтом турбины. В правом червленом поле серебряные латинские буквы А и Ли серебряные же стилизованные фрагменты химической формулы целлюлозы. В левом зеленом поле стилизованная серебряная башня. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.